Привет, друзья! Это у нас второе видео по созданию кораблика для прикормки своими руками, для завоза приманки. И для второй стадии нам понадобится затвердитель, эпоксидная смола, баночка для размешивания, несколько кисточек, перчатки прорезиненные я взял, стеклоткань или стекломат, как у меня стекломат. Ну и наш кораблик. Еще нам понадобится кусок пенопласта, на котором мы будем непосредственно мазать наш кораблик. Итак, на первой стадии мы разводим сейчас сам клей 10 к 1. Сам клей, смола и затвердитель. Затвердителя 10%. Сейчас разводим мы чуть-чуть, чтобы обмазать первый слой нашему клею. Берем какую-нибудь палочку и все, вот это вот тщательно-тщательно надо нам вымешать. Не буду показывать, буду мешать пока. Ну так, клей я замешал, сразу скажу, намучился. Он у меня был холодный, ну сама смола была холодная, и она не размешивалась. Очень туго-туго пришлось пойти нагреть его. Итак, что мы делаем дальше? Вот наш кораблик, вложил я его на пенопласт. Значит, хотел я, чтобы у меня вот такая высота его и осталась. Ну, почему-то я боюсь, что будет маленькая воздушная подушка, и наш кораблик будет зад все время утопать в воде. Так что я решил утопить носик в пенопласте. Вот, положил я его вот так вот на борта. Вот, и добавить. Сейчас мы вот это все проклеим, верхний слой. Вот, а потом я обрежу его, и у нас кораблик получится ровно на, ну сколько тут, 5 сантиметров выше. Ну, я думаю, это будет даже и лучше. Так, выложим сам кораблик. Нарезаем стеклоткань полосочкой. Полосочки шириной где-то, 5 сантиметров. Так, у нас вот такой, где-то, 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 где-то. 1,5 миллиметра, он у нас расслаивается. Вот, будем его расслаивать, и потом лепить. Так, переходим непосредственно к кораблику. Берем щеточку. Сам клей. И щеточкой полностью все, весь слой проходим полностью. Ткань и мат сразу не накладываем. Так как будут у нас проблемы. Нам нужно сперва полностью все промазать. Вот так вот. Ладно, я снимать не буду. Сейчас я его промажу и покажу, что дальше. Ну и так, стеклоткань мы поразрывали. Начинаем клеить. Вот, налазан сразу на вот этот поворок. Вот, смотрите, она сразу все хорошо пристает. Вот, все прижали и ложим дальше. Так, положим следующее. Если что-то где-то будет торчать, то лучше сразу не трогать, пока оно не высохнет. Вот. Ну и так накладываем слой за слоем. Вот так, смотрю. Вот так мы обклеили полностью все по контуру. Сейчас мы вот это все лишнее пообрезаем ножом. И пройдем аккуратненько. Сейчас покажу даже как. Вот. Промажем все вот так вот. Вымакиваем. Вот полностью весь наш корабль. Мы проходим. И на этом наш первый слой пока не высохнет. Мы ничего делать не будем. Ну и так. Так продолжаем. Так, все, на следующий слой я включу видео. Ну и так, первый слой наш высох. Единственные минусы, то что клей был прозрачный и все четко промазано. Мы исправим на втором слое эту причину. Добавим краситель, чтобы было видно полностью все, что мы обклеиваем. Итак, смотрим. Вырезаем теперь по контуру. Вот. Вот так вот оно получается у нас. Пока не очень некрасиво. Но дальше мы будем все исправлять. Вот так вот он выглядит спереди кораблик. Вот так вот он выглядит сзади. На сбоку. Ну и так. Вкладываем кораблик на второй слой пенопласта. Так вот так вот получается. Вот так для того, чтобы его потом можно было поделить. Замешиваем эпоксидную смолу с добавлением чернила. Я использовал чернило-струйного принтера. Вы можете использовать все, что угодно, лишь бы только закрасить саму смолу. Обмазываем кораблик так, как и в первом случае. Только мы теперь видим полностью все. Так как у нас теперь смолосинего цвета. Видно, где мы все проклеили. Вот так вот он у нас получается. Получился аж синий красивый кораблик. Полностью мы обмазываем пенопласт. Так. Накладываем стеклоткань со всех сторон. И все это опять мы будем промазывать. Вот мы поддаем форму кораблику. Вот получается у нас еще внутри. Вот так у нас получается. Все мы прижимаем. Как только клей начнет немножко сладываться, нужно будет все по подравнивать. Ну и так вот. У нас слой подсох. Вот я нанес еще несколько слоев клея на него. Посмотрите, что у нас получается. Уже как бы что-то вырисовывается. Сама форма кораблика. Ну и так. После высыхания наносим третий слой эпоксидной смолы. Вместе с истеплотканью. После того, как все высохло, берем полировочную машинку и выравниваем сам корпус кораблика. Буарки все исчесываем. Готовим к шпаклевке. Обрезаем кораблик по контуру и наносим шпаклевку, выравнивая чертания кораблика, раковины, все. Вот так вот у нас все получается. Немножко наберем шпаклевки. Потом вот еще полировочной машинкой опять подполируем. Ну и так. Переходим мы к верхней части. Размеряем такой вот квадрат. Вырезаем его. И сам пенопласт. Вот так вот он у нас должно получиться. Берем стекломат. Вырезаем тоже по контуру кораблика. Вот я его накрыл. Вот так вот оно у нас получилось. Вот обмазываем полностью по контуру вверх кораблика. Накрываем стекломат. Крепим все. Гвоздиками я крепил, чтобы оно держалось, пока не в них прихватит. Вот обмазываем все это эпоксидной смолой. Вот так вот внутри немножко. Вот все это мы как высохло в штукатуре шпаклевкой. Следующим этапом делаем вот такую вот форму из пенопласта. Вырезаем алкогольным канцлерским ножом. Выпродать корабль в какой-то вид. Так у нас получается. Берем кусок стеклотекстолита. Вот это будет у нас крышка вверх. Короблю закрывать всю электронику. Приваживаем вот верхнюю шпаклевку. Все будет тоже обмазать эпоксидкой вместе со стеклотками. Вот так вот получается. Плохо. Проверим. Вот такая вот у нас будет верхушка. Верхняя крышка, которая будет закрывать все электроны. Посадим на сделанную прокладку из силикона. Итак, так же самое делаем контейнер, который будет от 20-х марки. Вот так я его положил на пенопласт. Только то, что он из картона немножко прогинается. Пришлось усилить это все. Обмертки, ножи. Я просто взял все, я его обмазал. Наложил слой стеклоткани. Ну и так, наш корабль практически готов. Мы его теперь нагрунтуем, покрашиваем. Кто подобный цвет любит, но я его прикрасил в синий. А так вот он получился. Значит, второе видео на этом, можно сказать, подходит к концу. Корпус мы практически корабли подделали. Следующим этапом будет установка электроники, которую я уже заказал. и она на днях уже должна прийти. Будем устанавливать и пробовать корабли пробовать. Вот такой у меня корпус получился. Ну, теперь сверху на крышке очевидно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.